Как представлю, что вот тут вот б***ь поясы. Ух, какая злость появляется. Бойтесь! Че бояться, а? Ты же мягкая. Чем можем, помогаем. Строим заборы, возводим столбы. А что делают волонтеры? Закошмарили приют проверками, чуть ли не каждый день у них проверки. Приезжают какие-то неизвестные люди, с квадрокоптера все снимают. Прошли на прилегающую территорию и поставили скрытую видеокамеру. То есть администрация выделила участок без канализации, без водоснабжения, без водоотведения и без электроснабжения. Сделайте, что хотите. Тут будет забор, сейчас копаем яму под столбы. А вот здесь волонтеры ставили камеру. Вчера вечером к ним заехали девушки, назвались волонтерами и что-то якобы установили. Смотрим. Маленькие женские следы. Веб-камера с пауэрбанком. Отлично. И лица, и все видно. С каких-то пор у нас волонтеры подменяют следственные органы. Так они еще и подали в опеку на четырех детей. То есть они продолжают кошмарить не просто на уровне приюта, но и залазят к ним в семью. Пытаются, я не знаю, как-то скомпрометировать их семью. Пишут в опеку. Еще ставят скрытые камеры, пытаются слежку за ними скрытую вести. Это что такое вообще? У вас цель какая? Семью разрушить? Приют отобрать или собакам помочь? А что делает администрация? Никакой помощи от них. Выделяют рекордную сумму 5 миллионов рублей. Глава города Сургут. Современная теплая остановка, чуть ли не космический корабль. Вот это вот 2 миллиона стоит. Ангелина, вот я слушаю постоянно и смотрю, за тобой слежу. Ну теперь я готова тебя раздушить просто, своими ногами собственными. И у тебя постоянно какие-нибудь мрази работали, понимаешь? Не люди, а мрази. За тобой идет свежка. Когда ты бываешь в приюте? Сколько раз? Чего ты даешь? У нас компромата на тебя очень много. Всем привет. Давно не выпускал видео по приюту Берегиня. Сегодня очередная серия, по-моему, седьмая. В середине июня было несколько проверок. Ответ надзора. У них вообще чуть ли не каждый день проверки. Их постоянно вызывают и по поводу мусора, и по поводу всех заявлений волонтеров, так называемых кавычков. В общем, по итогам всех проверок, вынесено предписание 11 июня 2020 года. Быстро пробегусь по нему. Так, обеспечить ограждение территории, то есть выставить забор двухметровый, срок до 20 декабря, чем мы, в принципе, и занимаемся. То есть мы добровольцы, неравнодушные жители города Сургут. Постоянно приезжаем и помогаем. Ну, позже в ролике будет видео и фото наших трудов. Так, оборудовать на территории приюта следующие зоны, временного содержания животных, ветеринарный пункт с соответствующим оборудованием, карантинные помещения, помещение для лечения животных, производственную, площадки для выгула, помещение для постоянного содержания животных, административно-хозяйственные постройки, кормокухню, склады для хранения кормов. Чем мы и занялись, то кормокухню тоже начали делать. Запретить вольное содержание животных на территории приюта, чего, в принципе, не было выявлено всей на привязи, либо в вольерах. Обеспечить содержание всех животных в вольерах или клетках, находящихся в помещениях или на улице на территории приюта. Обеспечить вольеры деревянным настилом и защитой от атмосферных осадков. Ну, иногда у вольеров крышу срывают от ветра. Я так понял, этот недостаток скоро устранят, потому что им недавно подарили целую кучу шифера. Я думаю, скоро это тоже устранят. Обеспечить покрытие полов, стен и потолков в помещениях. Вот самое главное. Оборудовать помещение приюта с учетом температурно-влажностного режима, освещенности, вентиляции, естественной и принудительной, канализации, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Это пункт 26 порядка, а порядок это у нас федеральный закон 498 об ответственном обращении с животными. То есть администрация выделила участок без канализации, без водоснабжения, без водоотведения и без электроснабжения. Вас просто подставили конкретно, вам выделили участок абсолютно непригодный, как после войны. Есть земля, до свидания. Так у вас тут газ, вам скважину надо бурить. И получается приюту приходится самим делать. И водоснабжение, они скважину пробурили, но там грязная вода, они используют только для технических нужд. Электричество у соседей взяли. Канализации нету, то есть они там вроде как септик сейчас пытаются закопать. То есть вот это все, это вот вопрос к администрации, почему участок выделили не в соответствии с законом. Знали же, что под приют выделяют участок. Так, обеспечить наличие ковриков пропитанных, ну это у них есть, на видео это видно на входе. Так, предоставить документы учета, привести документацию в порядок. Так, запретить прием новых животных в приют до оборудования карантинного помещения. Запретить приготовление корма на территории приюта до оборудования помещения кормокухни. Ну вот мы с чего и начали. Мы в первую очередь кухню начали делать и забор. Дальше будет настил в вольерах и крыша. Ну и далее по списку. Обеспечить постоянный неограниченный доступ животных к свежей питьевой воде. Это есть, постоянно вижу воду наполненную. Опять же, это вот закон, да, обеспечить постоянный неограниченный доступ к воде. А участок выделили вообще замусоренный, заболоченный, куча торфа какие-то, траншеи посередине, ни скважины, ни электричества, ничего нет. И делайте, что хотите. Так, подвергать поилки и миски для животных ежедневным мытью с использованием моющих средств. Ну они технической водой моют, но по идее там нужна чистая питьевая вода. Скважина с чистой питьевой водой. А она стоит от полутора миллионов. Так, обеспечить проведение стерилизации и кастрации во всех нестерилизованных животных. Так, это сам акт проверки. Из 149 собак, принадлежащих берегине, 67 животных подвергнуты стерилизации и кастрации. Чипированные 65 имеют неснимаемые и несмываемые бирки 3 собаки. Ну, примерно 50% чипированные и стерилизованные. Хотя волонтеры утверждают, что ни одна собака не чипирована. У нас нет ни одной собаки с чипом. Осуществлять уборку, ну это ежедневно надо делать. Так, оказать необходимую ветеринарную помощь животным с послеоперационными ранами, с сложными заболеваниями. Было обнаружено 2 собаки, у которых имеются 2 плохо заживающие раны. Но, судя по словам главного инспектора, там, в принципе, ничего страшного нет. Некритические раны для собак. Так, предоставить документы, подтверждающие проведение оказания ветеринарной помощи. Это проблематично, я так понял, сделать приюту, потому что, с их слов, 30 собак были изъяты волонтерами из приюта. И куда они делись, до сих пор непонятно. Потому что я тайком украла щенков и возила их на вакцинацию, чтобы они не сдохли. Хотят половину спасти. И документы на них не предоставлены в приют. Данный факт тоже подтверждает акт осмотра. Собака по кличке Акела в приюте отсутствует. Со слов гражданки такой-то, его забрали, ну, тоже волонтер. Его забрали волонтеры, вылечили и пристроили. А документы не предоставили. Вот такое предписание вынесено. Выполнить его, в принципе, очень сложно. С силами добровольцев и силами самого приюта. Ну, чем можем, помогаем. Строим заборы, возводим столбы. Причем не просто их закапываем, а цементируем. Будем делать заборы, кухню возвели частично. Ну, и дальше по списку стараемся помогать. А что делают волонтеры? На чужой вершок не разевай, роток. Мой приют. Нет, мой приют. Делят приют. Сапог приюта делят. Вместо того, чтобы помогать реальными делами, они пишут во всей инстанции. Закошмарили приют проверками. Чуть ли не каждый день у них проверки. Ну, сейчас вроде это как приостановилось после последних видео наших. Но все равно приезжают проверки, приезжают какие-то неизвестные люди с квадрокоптера, все снимают, не проходя на территорию. Волонтеры сейчас уже вот такие вот рейды, скандалы не устраивают. Но примерно месяц назад, 26 июня, они прошли на прилегающей территории и поставили скрытую видеокамеру. И опять же идут угрозы и голосовые, и письменные всякие. Ну, сами сейчас послушайте, это все дальше будет. То есть, по сути, волонтеры установили скрытую видеокамеру, возможно, не одну, возможно, их много там стоит в приюте. Занимаются незаконными следственными действиями. То есть, незаконный сбор доказательств каких-то. И у меня вот вопрос к начальнику отдела номер 3 полиции города Сургут, Лусенко Дмитрий Николаевич. Вопрос к главе города Сургут, прокурору города Сургут, и к руководителю следственного комитета Ермолаеву Владимиру Петровичу. У вас что, появились внештатные сотрудники, которые вместо вас устанавливают скрытые видеокамеры и вмешиваются в частную и личную жизнь, и снимают семейную тайну? Там же они, муж, жена трудятся, Ангелина и Максим, и добровольцы приезжают, помогают. А волонтеры что делают? Они вместо того, чтобы помогать реальными делами, устанавливают видеокамеры, незаконно собирают доказательства. Без санкций суда, без постановления следователя. И этот же вопрос относится к начальнику полиции города Сургут, к Андрашову. Это что, у вас волонтеры внештатные сотрудники или что, или как? Или вы параллельно друг к другу действуете? У них свое государство, у вас свое. С каких-то пор у нас волонтеры подменяют следственные органы и занимаются скрытым сбором каких-то доказательств, видеоматериалов. То есть волонтерам показалось, мало того, что они закошмарили приюты всякими жалобами во всей инстанции и проверками. Так, это кто? Это Копейн. А, так радует. Так они еще и подали в опеку на четверых детей. Кстати, у них скоро будет пятый. Максима и Ангелины. Снимай! Что такое, мразь? Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо-то. Тобой заинтересуются и сотрудники за то, что ты пристанешь к повалению. Да? Ух ты! Что вам заинтересуются? Я мать четверых детей. И вчера действительно позвонили с опеки. То есть у них продолжает кошмарить не просто на уровне приюта, ну и залазит к ним в семью, пытается, я не знаю, как-то скомпрометировать их семью, пишут в опеку, еще ставят скрытые камеры, пытаются слежку за ними скрытую вести. Это что такое вообще? У вас цель какая? Семью разрушить? Приют отобрать или собакам помочь? А что делать администрация? Мало того, что выделили совершенно непригодный участок, так они совершенно никак не помогают, игнорируют все их просьбы, гранты и так далее. Ничего им не выделяют. Никакой помощи от них. Сложные проверки, веднадзор, прокуратура, милиция, какая-то там природа охраны, ну все приезжают постоянно. Вместо того, чтобы помочь приюту Берегини, что они делают? Они выделяют, проводят какой-то конкурс, где обычно эта сумма в пределах 300 тысяч, они выделяют проекту Центра помощи бездомным животным, то есть это не приют, это не пожизненное содержание. Вот приют Берегини, это пожизненное, это пансионат, это пожизненное содержание животных. А Центр помощи бездомным животным переправы под волонтерским движением Дайлапу, им выделяют рекордную сумму 5 миллионов рублей. А еще в Сургуте сегодня вышла новость, что на каждую из теплых остановок выделено по 2 миллиона рублей. Вот так это выглядит остановка. Но самое главное, что глава города Сургут сравнивает ее, что современная теплая остановка чуть ли не космический корабль. То есть если вы увидите главу города Сургут на такой остановке, значит город Сургут покорил космос. Так что ли понимать? Вот это 2 миллиона стоит. А за приютом Берегини устанавливают слежку. Смотрим видео. Поснимай видео, я хочу с молотом правосудия. Что хочешь? Бойтесь! Что бояться? Ты же мягкая! Представлю, что вот тут вот б***ь боится. Ух, какая злость появляется. Тут будет забор. Сейчас копаем ямы. Копаем ямы под столбы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот здесь волонтеры ставили камеру. Хотели заснять вот это все пространство. Не знаю зачем. Вот сюда они проникли и поставили камеру. 26 июня. Мне сегодня позвонили хозяева соседней базы. Сказали, что вчера вечером к ним заехали девушки. Назвались волонтерами. И что-то якобы установили. Смотрим. Маленькие женские следы. Где-то установили что-то вот там. Видно наш приют. Веб-камера с пауэрбанком. Понимаю, наверное, если ветра упало. Смотрела она примерно вот так. Отлично. Да? Мы помогли вам. И лица, и все видно. Да? Помогли вам. Угу. Сейчас я сниму, как они уедут отсюда. Мазда и Хонда ЦРВ. Идут Наталья Гудыма. Еду приносим, воду из дома привозим. Покупаем. Хорошую воду раздаем. Уколы сами ставим. В больницы возим, стерилизуем. Ну как, адвокат дьявола, ты понял меня? Альфия Хадаковская. А если посмотреть, получается, именно по сборам, это да, 78 тысяч, по сути, эти, ну, хотя бы часть собак должна была быть чипирована. Ирина Богданова. У меня просьба, держите их за зубами. Да, у вас очень нехорошие люди. Вы живодеры? Вы живодеры. Ну, помогает живодеру, сам живодер. Ангелина, вот я слушаю постоянно и смотрю, за тобой слежу. Что они? Приюте? Волонтеры, что ли? Ты дозволила им? Ты посмотри. Ну, теперь я готова тебя раздушить просто своими ногами собственными за издевательство над животными. Ты деньги только любишь собирать. Больше ничего. Денежные руки ты почувствовала? И у тебя постоянно какие-нибудь мрази работали, понимаешь? Не люди, а мрази. Ты брала психушки их туда, где убивали животных. И сейчас вот этот Максим работает, он неадекватный. Видно же по нему, какой он неадекватный. Он ненавидит животных. Он любит деньги тоже вместе с тобой. И он командует тобой. Ха-ха-ха-ха, такое лицо довольно. И то, что ты отказалась от волонтеров, то, что ты их не пускаешь, дай бог, чтобы сделали закон, дай бог, чтобы приняли этот. Тогда ты пойдешь сама по статье. Вот этой, 245-й. Но я сейчас пока не могу. Ну вот на днях, дай бог мне выздороветь от всего этого, я пойду, я с тобой займусь тоже. Я с тобой поборюсь тоже. Вот мы какие хорошие с Максимом. Да ни хрена вы не хорошие. Вы убийцы животных и ненавистники. Вот так, милая моя. Так что корми нормально и воду каждый день давай. За тобой идет свежка. Когда ты бываешь в приюте, сколько раз, чего ты даешь. Так что, милая моя, ты не думай. У нас там права-то на тебя очень много. Если ты на девочек написала, то мы тоже можем написать так же на тебя. Пусть проверят с тех годов, куда ушли деньги и какие миллионы. Так что подумай сама хорошо. Кто ты на самом деле? У тебя руки в крови. По уши в крови руки. Не надо мне камеру в лицо пихать. Во-во-во-во. Я хочу, чтобы вы это сняли. Коварищ Булгаков. Или как у нас там? Антон Николаевич для вас. Сойдите, пожалуйста. Булгаков, адвокат дьявола. Ты в Бога веришь? Булгаков, адвокат дьявола ты. Понял меня? Не надо мне камеру в лицо пихать. Во-во-во-во. Зачем рукоприколасом это заниматься? Вы тоже журналист? Мы запрещаем снимать нас на камеру. Мы не разрешаем вам снимать нас. Вы не отойтите. Почему? Я не хочу. Вместе запрещаем. Вы не думаете. Не надо разговаривать. Я разрешение дала на съемку. И что? Я тебе не разрешаю себя снимать. Вы не хотела себя снимать? Да убери камеру. Ты мужик или кто? Камеру убери. Уберите камеру. Уберите камеру. Не снимайте меня, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Я еще раз прошу. Уберите камеру. Вы меня сейчас пальцем ткнули, да? Да. Да. Какой палец-то, господи, бля? Еще и материтесь. Это что? Это вот такой дегалог, да? Вот это и есть настоящее волонтерство. Тыкать пальцем сзади, да? Подходить. А потом говорить, что вам кажется. Вам понравится, если кто-то будет подходить к вам сзади, тыкать пальцем в спину. Я вас тыкнула. Я тыкнула. Ирина тыкнула. Что вы с этим тыканем докопались? В смысле отойдите? Я же вам не говорю, отойдите. О, первый раз, первый раз, пожалуйста, прозвучало. Я ждал. Благодарствую. Обращайтесь. Вот она ваша культура общения, девчонки. У меня просьба, держите их за зубами. Да, у вас очень нехорошие люди. Что, вы живодеры? Вы живодеры. Ну, помогай живодеру, сам живодер. Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. У меня совести не хватает зайти на чужую территорию. Ни туда, ни сюда. Я хочу каждый день приходить. А, вы хотите. Вы хотите. То есть это ваше желание. Это мое желание. Я человеку... А почему вы вот на этот участок не ходите? Это не ваша территория. Это не ваша территория. Я никого не защищаю. Ключи мозг. Я в шоке. Я освещаю. Справа не ваша территория. Незаконное проникновение. Вызывайте полицию. Вызывайте еще раз. Вызывайте. У нас все видео есть. Вызывайте. Потому что, чтобы воды налить, они бегают с нами, с камерами, за нами. Они бегают, снимают репортеры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok